Мои дорогие, всем привет! Всем привет! Вы на канале Поля Полянская, меня зовут Полина, и я рада вас приветствовать в своем новом парфюмерном видео. Я надеюсь, что при монтаже вот эти вот звуки ремонта у соседей не начнут меня смущать, не сведут меня с ума, и этот ролик все же выйдет. Что у нас сегодня на повестке дня? Слепые покупки. Сколько споров, сколько вечно негативных комментариев собирают под собой посты со слепыми покупками. Как часто подписчики ругают любимых парфюмерных блогеров? Ну зачем же? Зачем же ты взяла вслепую, да? Ну почему не пойти, не послушать аромат? Я помню, раньше у меня одна подписчица, я люблю покупать вслепую, и раньше у меня одна подписчица моя всегда писала, Полишка, ну не ленись, ну сходи ты в молекулу, пшикни на себя, и поймешь, надо тебе, не надо, твое, не твое. Но, знаете, парф-маньяк, парф-искушенный, парф-любитель, никогда не объясни другому человеку, как же это кайфово почитать сначала на фрагрантике ноты, да, как-то в голове придумать этот аромат, собрать за парфюмера, да, в голове у себя эту композицию, и потом ее купить. И вот когда ты вскрываешь эту коробку и думаешь, ну какой же ты аромат, такой ли ты, каким я себя представила, или нет. А перед началом данного ролика я хотела бы вам напомнить, что мой телеграм-канал Алмаз Поле, я там всех жду, мы обсуждаем ароматы дня, мы обсуждаем какие-то мои парфюмерные открытия, почти всегда мы обсуждаем там парфюмы, в общем-то, процентов, наверное, на 95, мне кажется, мы там обсуждаем только парфюмы, иногда что-то пишу про фильмы, про сериалы, но крайне-крайне редко, и там про косметику тоже иногда делаю посты. Также перед началом данного ролика я хотела бы вам задать вопрос, как часто в реальной жизни вы говорите другим людям, что вам не нравится их парфюм? Вот мне будет очень интересно почитать, как вы относитесь к этому вопросу. Норма ли для вас критиковать людей за их парфюм, или вы считаете, что это дурно вкусие, что это невоспитанность? Мне будет очень-очень интересно почитать, что вы думаете на этот счет. Я сама никогда никого не критикую, я сама никому никогда не скажу, что мне не нравится твой парфюм. Естественно, да, есть исключения. Это какая-то индивидуальная непереносимость компонентов, аллергия на какие-то компоненты, аллергия на какие-то ароматы. Но в целом, да, вот так вот, я никогда никому, особенно незнакомому человеку, я не скажу, что вот мне не нравится твой парфюм, от тебя воняет, иди смой. Вот как вы считаете, это невоспитанность или это прямолинейность, свобода слова, свобода взглядов и так далее? Мне будет очень-очень интересно почитать. У меня почти со всеми подружками абсолютно разные, вот просто диаметрально противоположные парфюмерные вкусы, мы никогда не совпадаем. И у меня есть одна подружка, которая прям так проходится по всем моим ароматам, и для нее нормально сказать где-то в магазине или сказать мне «фу, ну и вонять». То есть ей как бы это окей. Иногда меня это смешит, иногда меня это чуть смущает, особенно, знаете, если мы где-нибудь в ЦУМе слушаем ароматы, и она на весь ЦУМ может заорать «ну и вонь», знаете, где-нибудь у Стэнда Киллиан. А другая есть подружка, которая всегда говорит «ой, Палишка, круто, круто», там покупает такое же, да. Третья, например, говорит «ну да, классно, я бы себе такое не купила, но тебе и идет». Вот как вы обычно реагируете на парфюм, который вам не нравится? Мне прям будет очень-очень-очень интересно почитать. Мне кажется, в целом, когда ты ходишь, если там на работу, например, в офис, да, или если это в рамках семьи, то тоже, конечно, важно, чтобы твой парфюм, он был не кричащим, не смущающим, да. Есть какие-то ароматы, которые, например, моя семья на дух не переносит. Тоже вот мы с одной подружкой спорили. Она утверждает, что мы душимся как бы для себя и только для себя. И вообще не важно, кто как реагирует на парфюм. Я ей, в свою очередь, сказала, что мне, например, важно, чтобы мне говорили, что от меня вкусно пахнет. Чтобы моему молодому человеку нравился мой парфюм. Для меня это важно. Она, в свою очередь, заявляет, что ей абсолютно все равно, что скажет ей ее парень. Она душится для себя. И вообще вот в паре, да, мужчина и женщина не должны друг под друга подстраиваться. Мне кажется, что самая идеальная картина – это либо когда женщина выбирает для своего мужчины аромат, вот это, мне кажется, вообще идеально, либо, да, ну как бы женщина уже влюбляется в какой-то аромат, которым пользуется мужчина. В общем, такая вот сегодня у нас болталка в начале ролика. Мне прям очень интересно, что вы напишете, да, как вы на это ответите. И вот правда, вы рубите, правда, матку, или все-таки вы такие парфюмерные дипломаты? У меня обе бабушки, например, они те еще, правда, рубы, и у них девиз по жизни, да, что лучше сказать правду, чем не сказать. И когда я только купила Бакару, я приехала в гости к бабушке. Вот представьте, да, там мне лет 20, может быть, у меня первый этот флакон Бакары. И бабушка мне прям с порога говорит, от тебя воняет гноем, а мы там собирались идти в театр. Вот как бы вы пошли после этого в театр? Нет, я пошла спокойно, с гордо поднятой головой, но вот сам факт, да, было так не очень приятно. Итак, тема сегодняшнего ролика, это мои удачные слепые покупки. Шалость удалась, как я это назвала в прошлом видео. Я покажу вам свою подборку ароматов, купленных вслепу. Вот я вообще ничего, ни про бренд, ни про аромат не знала. Я просто захотела это купить. Давайте начнем с самой удачной моей покупки. Это сегодня аромат дня. Ну, конечно же, собачка Турсарти. Я не знаю, как скоро я смогу от нее отлипнуть. Есть подозрение, что никогда, потому что это просто идеальный, вот на 100% мой аромат. Я его заказала вслепую. Правда, потом мы прямо на следующий день пошли с подружкой тест аромата, и там он был, и я убедилась, да, в своем выборе. Но если бы мы не пошли, ко мне бы эта собака просто приехала. То есть, да, у меня, конечно, было такое право отменить заказ, но я ждала. Я все равно ждала, и это тот аромат, который я выбрала себе на фрагрантике по пирамиде. Угадала просто на все 100. Это и такая какая-то вот копченость, это и шоколадность, это и фирменная какая-то, знаете, такая фундучность. Вообще потрясающие вот именно в бренде Турсарти потрясающие ореховые ноты. Потрясающая в аромате ореховость. Вот прям вот хочется, знаете, его слушать и как-то ждать вот по мере раскрытия, что же еще преподнесет эта черная борзая, шоколадность. Я уже сказала, что есть в аромате минеральные нотки, как в ганимеде. Короче, я влюблена, это вот сейчас, на данный момент, один из моих самых любимых ароматов в коллекции, и это самая моя удачная покупка вслепую. Я могла бы, конечно, поехать в ритуаль, да, потестить всех собак, но, во-первых, они вечно у нас пустые. Я тут делилась в телеграм-канале, как в одном ритуале нашем, московском. Не буду говорить в каком-то ценном, зачем. Я просто с боем отрывала тестера прям вот в магазине. Я говорю, можно мне еще вот это нанести? Да, можно. То есть я там даже, я уже молчу, что как-то по лице самой там на шею нанести. Я спигу, а это нюдовая такая бежевая собачка, просто реально отрывала с боем, вот правда, чтобы хотя бы как-то нанести на запястье. Поэтому я люблю слепые покупки, всегда можно перепродать. Конечно же, если это какой-то очень дорогой аромат, да, или если я понимаю, что я его беру без скидок, без каких-то, да, вот по достаточно высокой цене, и я его за такую же сумму не продам, конечно, лучше пойти потестить. Ну, а так, я угадала, шалость удалась, и вот мой самый любимый сейчас аромат, купленный вслепую, просто вот я не могу им надышаться. Это Hidden Corner, а то я не сказала даже название, Fontana de Bacchi, Черная Борзая. Но все названия, они будут в тайм-кодах, поэтому вы сможете все перейти, везде все найти, и, в общем, себе тоже взять. Черная Борзая, это прямо моя первая такая удачная покупка. Дальше. Аромат, который просто вызвал шквал негатива на фрагрантике. В блоге одной моей подруги-блогерши тоже я этим уже делилась, и я искренне не понимаю, как ванильный аромат может вызывать столько негатива. Это, конечно же, собранный Домиником Рапионом аромат Месси Секси от бренда What We Do is Secret. Каждый раз чувствую себя виноватой, что-то Lab on Fire, как-то так называется бренд, каждый раз чувствую себя виноватой, что я никак не могу его запомнить. Но знаете, когда на флаконе написано, можно в голове других названий не держать. А внешний вид флакона полностью абсолютно описывает содержимое, наполнение, сам аромат. Для меня это уходовая ваниль. Уходовая ваниль с персиком. Уходовая ваниль такая, знаете, вот очень лактонная, очень молочная. Это какие-то взбитые сливки. То есть это тот аромат, в котором я себя чувствую действительно очень хорошо. Хорошо и спокойно. И мне не нужно ждать там, пока он как-то раскроется, пока там, я не знаю, я смогу его носить там спустя 10 минут, 20 минут. Нет, здесь раскрытие наступает на мне сразу же. Аромат в принципе очень такой благородный, как мне кажется. Я здесь честно не слышу ни какой-то дешевизны, ни какого-то вот, даже писали про него, что пахнет рвотой. Но откуда? Вот откуда люди это берут? Опять же, все мы разные. И если вы не готовы нести ответственность за свою слепую покупку, лучше не брать. Лучше как-то там начать с отливанта или у кого-то попробовать. Но здесь, опять же, я заказала, я угадала. Я подумала, знаете, так, что Доминик Рапион, во-первых, не мог собрать какую-то фигню. Во-вторых, дыма без огня не бывает. И раз сейчас это все любят, раз сейчас это все пробуют, скорее всего, да, это что-то стоящее. Вот можете смело брать его вслепую. Если вы любите ваниль, если вы хотите пахнуть дорогим каким-то уходовым кремом, вот это все, как мне кажется, сюда. Дальше аромат, который сегодня идеально подходит мне по цвету. И это, наверное, самый желанный флакон в пар в пространстве. Потому что это то ли снятость, то ли просто его мало производят, то ли, я не знаю, его не завозят. Это Прада. Прада миндальная. Честно, я не уверена, что это бутиковая линейка. Мне кажется, это обычный люксовый аромат. По крайней мере, раньше они стоили, ну, тысяч, наверное, по пять, вот за 100 милей. Как мне кажется, возможно, я что-то путаю в Ривгоше, в Литуале, в Золотом Яблоке. Но, естественно, естественно, когда аромат был в наличии, он мне нужен не был. Вообще, я даже про эту линейку не знала. Но когда он отовсюду пропал, конечно же, мне срочно понадобилось. И сразу все блогеры стали говорить, что это лучший миндаль в парфюмерии. Как только он появился в одном из интернет-магазинов, я сразу же добавила его в корзину. И купила, конечно, по какой-то сумасшедшей цене. То есть это было 15 тысяч, вот что-то такое. Ну, знаете, когда аромат стоил там 2-3, ну, 5-6, и ты его покупаешь в два раза больше, а то и в три. Конечно же, это грустно. Но данный аромат, он полностью вообще оправдал мои надежды. Я считаю, что это лучший миндаль в парфюмерии. Вот это вот, да, прадочка. Миндальная у меня, причем это еще тестерная версия, но тестерная версия вообще никак не отличается от оригинального флакона. Просто здесь написано тестер, и почему-то в интернет-магазины завозили только тестер. Уж не знаю почему. И здесь еще такая вот наклейка сбоку есть. Не знаю, есть ли она на простом флаконе. Это такой очень чистый уходовый миндаль. Вот знаете, как будто ванна, которую вы набрали, вот она с пузырьками. Она с такой дорогой какой-то миндальной пеной. Как будто это миндальное масло для душа локситан. И все это настолько красиво, это настолько умиротворенно собрано, да. Это настолько медитативно, и это настолько шлейфово и комплиментарно, что честно, этот аромат вообще можно было бы спокойно и за 20 тысяч продавать. Потому что это объективно лучший миндаль. А еще когда я услышала, что пахнет марципаном, все, я вообще, я чуть не улетела. Поэтому если вот вы ищете какой-то такой миндаль, миндаль такой немножко цветочно-мыльный и при этом марципанистый, это вот сюда. Конечно же, Стефан-Анберт-Лука, это мои любимые змейки. Бренд Стефан-Анберт-Лука, кто-то еще говорит 777, я так никогда не говорю, и у меня тут вообще 777 не указано. Но я вот слышала, да, что называют Стефан-Анберт-Лука, 777. Короче, мои любимые змеи, ох, сколько я ходила вокруг вот этой коричневой змейки Сэндэнс. Сколько вообще я пыталась себя убедить, что мне это не надо, я это не хочу. Я когда-то там ее тестила, но, естественно, я ничего не помнила. И вот зимой в золотом яблоке накануне Нового года я выбирала себе подарок от родителей и подумала, что надо вот какой-нибудь себе взять аромат. И как раз-таки змея, она тогда стоила 16 тысяч рублей. У меня еще был какой-то промокод, у меня был бонус. В общем, я очень-очень выгодно взяла этот аромат, и он ко мне ехал абсолютно вслепую. То есть ко мне ехал новогодний подарок, который Дед Мороз уже вот-вот должен был положить под елку, и я вообще не знала, чем это пахнет. То есть какие-то, знаете, абстрактные там описания на фрагрантике для кого-то слишком сладко, для кого-то слишком алкогольно, для меня оказалось идеально. Ой, я не могу, я обожаю этот аромат. Он тоже для меня какой-то такой гипнотический. Еще эта змеючка, я прям балдею, знаете, когда на нее смотрю. Это моя алкогольная ириска. Здесь очень много карамели, очень много алкоголя, и все это вместе такая, знаете, ириска, которая прям вот тянется, она сладкая, алкогольная, будоражащая, опьянящая. Вот это все сюда. Это моя любовь, и как же я рада, что я рискнула и взяла этот аромат вслепую. Потому что где бы я сейчас его искала, я не знаю. Бренд от нас ушел, и это огромная-огромная, конечно, такая парфюмерная печаль, потому что ароматы там классные, вот, и я хочу себе какую-нибудь еще змею взять. Но это тоже вот я не могу именно дышаться, и благодарна самой себе за себя, да, благодарна, что я рискнула и взяла этот аромат вслепую. Следующая композиция, это не моя покупка, но. Когда мой дедушка года, наверное, два назад спросил, «Полишечка, дорогая, что ты хочешь на день рождения?» Я ему бодро, так уверенно сказала, что я хочу... Ой, какой красивый, приятный свет. Я хочу аромат киля. Да, это был мой первый флакон киля. И когда он спросил, какой киля ты хочешь, я возьми, да и ляпни. Black Phantom. Все. То есть тоже я что-то там где-то слышала, изучила пирамиду на фрагрантике. И, знаете, у меня была стойкая уверенность в том, что мне аромат зайдет. Несмотря на то, что тоже про него пишут разные. Шли годы, до сих пор это мой самый любимый килян. Он для меня так и остался событийным ароматом. То есть таким, знаете, парфюмом, который просто так в обычной жизни не наденешь, не поносишь. Я жутко не люблю себя ограничивать в парфюмерном плане. Мне прям важно, чтобы, знаете, у меня аромат был и на утро, и на день, и на вечер. И на работу я могла его надеть, там, выпендриться, если вдруг не захочется. Здесь же вот я ароматом пользуюсь только по праздникам. И прям вот когда у меня какое-то важное событие, я сразу же иду за Black Phantom. То есть это тот аромат, который я никогда, ну, никогда не говорю никогда, но я его не продам, там, не подарю, ни что-то еще. Это мой любимый аромат. Но при этом он для меня событийный, он для меня не на каждый день. Потрясающее сочетание тоже карамели такой тягучей, кофейных нот, шоколада, алкоголя. Здесь также заявлена нота сахара, и я вам уже много раз говорила, что вот просто так я бы ее не назвала. То есть если бы аромат ко мне попал на слепой затест, и я бы не знала, что это Killian Black Phantom, то есть я была бы не знакома еще с этим ароматом, и я бы просто так ноту сахара в пирамиде не вычленила. Но аромат сладкий. И когда ты знаешь, что в нем заявлен сахар, этот сахар очень сильно бьет в нос. Вот именно такой своей какой-то сладостью. Ой, это аромат, который у меня постоял, он стал очень стойким. Один пшик, и все, я куда-то улетаю. Я всегда его надеваю, когда мы идем в ресторан, когда мы идем с семьей отмечать чей-то день рождения, на мне всегда этот аромат. И мне всегда все говорят, что очень круто, очень так сильно пахнет. И прям вот весь стол, да, в моем аромате. Это не всегда хорошо, соглашусь, когда все едят. Но я сразу же задаю следующий вопрос. Я говорю, это противно? И мне все говорят, нет, нет, нам нравится это вдыхать. То есть люди окружающие тоже от него кайфуют. Кайфуют от того, как он на мне раскрывается. Это любовь. Ну, конечно, Монталь. С брендом я знакома очень хорошо. Но вот был один Монталь, который никогда почему-то не представлен в физическом магазине. То есть сколько раз я тестировала бренд Монталь, сколько раз я в Ревгоше, в Золотом Яблоке подходила к стенду, никогда почему-то этот аромат не был представлен. А мне уж очень посильно хотелось. Я взяла в один день и просто заказала вслепую. Как итог, это теперь мой самый любимый Монталь. Он называется Буафруте, вроде бы. Это такой красивый коричневый флакон. Там всего два в бренде коричневого флакона. Мой и, по-моему, Уд Форест. Или вот что-то такое. Удовый лес. Если я не путаю. Вот это тот, который Буафруте. Как же я люблю этот аромат. Во-первых, давайте начнем с очевидного. Это необычный коричневый флакон. Отличается? Отличается. От того, что мы привыкли видеть. Коричневый мешочек. Мне, кстати, было интересно. Он придет в коричневом мешочке или нет? Я вам совру, если скажу, что мне это не нравится. Потому что я прям реально балдею от цвета и от того, что этот мешочек выделяется от всех моих других Монталек. Так я могу быстро найти аромат в своей коллекции. Про что эта композиция? Для меня это очень красивый витивер. Витивер с лаймом. И получается мохито. Вот правда. Алкогольный мохито. Такой коктейль. Пахнет морем. Пахнет летом. Пахнет отпуском. Мне Настюха, которая не переносит вообще очень часто ароматы. Моя сестра, она мне сказала, Поль, пахнет круто. Она не переносит Монталь. Он ей кажется слишком удушливым. Он ей не нравится. Но этот Монталь ей зашел. Честно, вот так вот передать вам аромат, действительно, это лайм, это мята, это мохито. Это какие-то такие алкогольные нотки, но это не крепкий ни в коем случае алкоголь. Буквально, знаете, такая капель крома вот в этом вот мохито. Плюс, конечно, тут есть так, немножко пена для бритья. Возможно. Но мне это, например, отдает кремом для загара. Он такой чуть-чуть одеколонистый. Он чуть-чуть такой, знаете, вот о чем вы подумаете, то вы и услышите. Если вы будете думать о пене для бритья, вот я сейчас, например, слышу пену для бритья. Вот сейчас я подумала о мохито, и я здесь слышу мохито. Короче, очень-очень крутой Монталь. Да, на такой вот убойной Монталевской базе. Но, что интересно, это Монталька на облегченной такой немаслянистой, немного водянистой даже базе. Она очень быстро впитывается, и она не такая жирная, да, не такая, возможно, даже стойкая, но шлейф все равно хороший. Поэтому вот, Буа Фруте, я все в любом случае подпишу в тайм-кодиках, поэтому вы сможете перейти на тот аромат, который вам интересен больше всего. Также очень удачная слепая покупка. Здесь, конечно, было бы не так обидно, если бы я прогадала, потому что это The Diqualiter This Is Her, и вы каждый раз на меня чуть-чуть так обижаетесь, когда я говорю, что это бюджетный аромат. Но свой аромат, девочки-мальчики, я брала в Литуале. Я брала его на скидке, со скидкой, плюс списав бонусы. И у меня получилось взять 30 мл отличнейшего аромата вслепую за 2000 рублей. Почему я его взяла? Ну, конечно же, потому что пиар был невозможный. Мои любимые блогеры его отмечали, говорили, что это пахнет гораздо дороже, чем стоит, что за такой флакон они могли бы отдать и 100 евро, и 200 евро, и 300 евро. И когда я увидела его за 2000 рублей, естественно, я добавила его в корзину и взяла аромат вслепую. Когда я его нанесла, я чуть не улетела от того, какой здесь красивый сандал. Это сандал, это взбитые сливки, это каштан, такая вот какая-то древесность в нем есть, да, вот древесинка, ореховость. Это очень красивый лактонно-ореховый такой молочный аромат, но молочный не в плане молока, а в плане вот этих вот взбитых сливок. В общем, то, как это красиво звучит, к сожалению, камеры до сих пор не передают ароматы. Но это тоже про аромат ухода для меня. Опять же, кто-то на фрагрантике слышит здесь бомжей. Конечно же, бомжей, мочу, какие-то старые подвалы, подъезды. Я здесь слышу уход и дорогой крем. Жалею немножко, что взяла всего 30 милей, у меня уже нет половинки, но вот как-нибудь обязательно повторю в большем объеме. One Umbrella for Two Floraico, очень здесь такой красивый атомайзер. Это безумно красивый по-японски собранный такой акварельный аромат. Это гурманика, но это не простая гурманика. Это черничная тарталетка, и я здесь слышу как саму тарталетку, так и взбитые сливки, вот эти вот ягоды, да, голубики или черники. И настолько это все еще приправлено черным чаем, настолько это все красиво. Что делать совсем не стоит, так это покупать вслепую ароматы бренда Amoage. Но тоже я в тот момент не знала, где мне потестить имитейшн. Это было пару дней до Нового года, я была очень сильно занята, загружена на работе. И опять же родители спрашивали, что тебе подарить на Новый год. Это было два года назад. И я слепую выбрала себе Amoage имитейшн. Вот просто по отзывам, по пирамиде на фрагрантике, по каким-то своим ощущениям, да, вот я себе взяла имитейшн. Это отвал всего, да. Во-первых, очень, конечно, красивый флакон, сам аромат. Это самая красивая смородина. Смородина с альдегидами. Это очень... И тут, знаете, какая-то есть еще такая конфетность. То есть я... Сразу улавливается, конечно, Amoage, да, что это ДНК бренда Amoage. Что это такой густой, дымчатый, восточный аромат, да, вот такой вот богатый. И я здесь слышу тоже еще какие-то леденцы. Вот эти леденцы, альдегиды и безумно красивая смородина. Какая-то, может быть, даже, знаете, вот кальян, смородина, если бы был. Это просто что-то с чем-то. Я уже рассказывала вам эту историю и в Телеграме делилась, что вот в ту новогоднюю ночь этот аромат заказали все в моей семье. Вот все наши друзья, которые с нами отмечали, да, все взяли, вот у меня сначала сфоткали, и потом заказали себе Amoage Imitation, потому что, ну, это необычно, это круто, а для человека, который вообще не искушен парфюмерией, это, конечно, просто вау, Amoage, вау, магнитная крышка. Вот, так что Amoage Imitation тоже такой вот выбор вслепую, который оказался очень удачным. В слепую тоже я брала себе кафе Rose, много раз хвалила этот аромат. Там была следующая история. Я проснулась одним днем, у меня был выходной, да, был какой-то безумный загруз на еще предыдущей работе, и я вдруг узнала от другого блогера, что вышли вот эти вот, кофейная вышла коллекция у Том Форта. Какие-то помады, ароматы, по-моему, вот что-то еще, свечи для дома, по-моему, была какая-то такая коллекция палетки теней. И когда я увидела вот это, да, вот этот аромат, я подумала, я себе его хочу. Сейчас цена на кафе Rose, она подросла. Аромат я брала дешевле, и, в принципе, я аромат брала, когда цены на Том Форта были еще не такими высокими. И когда я пришла в магазин, как сейчас помню, в Эльдбуте, я пришла и говорю, у вас есть тестер? Мне говорят, нет, тестера нет. Там еще тогда можно было списывать бонусы на Том Форта, не знаю, есть ли до сих пор такая опция. И что вы думаете, я взяла вслепую? Я взяла вслепую 50 милей. Основываясь на чем? Пирамида на фрагрантике, опять же, личное ощущение и мысль, что ну не мог Том Форд сделать говно, ну не может аромат с кофе и розой, да, оказаться плохим или неносибельным. Я помню, я тогда советовалась с вами в Телеграме. Вы мне все написали, да, да, бери. Кто-то написал, нет, не бери, ты что, дура, что ли? Это же Том Форд, послушай, подружка сказала тоже мне, Поль, послушай, дождись тестеров. Но я сделала по-своему, и я взяла аромат вслепую. Пришла домой, распаковала и просто улетела, улетела. Для меня, я уже много раз рассказывала, такая кофейная роза, это очень десертный аромат. Десерт здесь не, знаете, в таком вот смысле, опять же, прямолинейной гурманики. Это даже не флорайку по вот десертности, хотя здесь тоже интересный замес. Это не такая прямолинейная гурманика, да. Здесь это такая какая-то сливочность в базе. Вот у Том вообще, Том Форд на мне в базе очень сливочно всегда раскрывается. Это какая-то, знаете, вот может быть помадка, какой-то такой вот, какие-то, может быть, ну не взбитые сливки, но что-то вот такое вот очень сливочно-помадное, плюс такая нуарная роза, плюс, вот я не помню, в этом аромате два вида розы или нет, болгарская и турецкая. Потрясающе. И кофе. И все это настолько красиво, и почульки еще в базе. И все это настолько красиво, знаете, сделано, настолько качественно, что я вообще ни дня не жалела, что вот я этот аромат приобрела вслепую и взяла себе именно 50 мл. В слепую также были приобретены мои флакончики Лилабу. У меня это Санталу 33 и еще есть Энадо 13. Я их тоже брала вслепую, потому что бренд от нас ушел, потому что я понесла, знаете, как ненормально скупать остатки, уже не было тестеров. Первый вот этот свой Сантал я купила в московском яблоке и Энадо 13 я купила в питерском яблоке. В общем, это тоже, знаете, были какие-то такие, такие опрометчивые покупки. То есть мне просто важно было взять себе флакон Лилабу. Это была моя такая идея фикс, была моя мечта. Санталу 33 я люблю больше. Я уже говорила, это одно из моих парфья. Это такой красивый Сантал. Это так рассольно. Это такой соленый аромат. Он просто сводит меня с ума. Также вслепую в качестве подарка был выбран мой самый любимый портрет и, в принципе, аромат, входящий в топ-5 моих самых любимых ароматов. Это Пин Халлиган, Терибл, Тедди. Сколько раз я уже рассказывала эту историю, когда у меня друг спросил, а какой портрет ты бы хотела, и я просто ляпнула, что я бы хотела носорогой. И это, знаете, пожалуй, был уже просто апофеоз всех слепых покупок, потому что портрет Пин Халлиган в ЦУМе, да, тебя спрашивают, что бы ты хотела, и ты просто наобум слепую выбираешь носорогу. Но здесь не то, чтобы шалость удалась, здесь это просто парфья нашлось. И я даже не знаю, сколько раз я вам уже рассказывала про этот аромат, сколько раз я писала про него в Телеграм-канале, сколько раз я рассказывала про него подружкам, и мне уже все говорят, да, пахнет тобой, да, пахнешь ты. Так ты пахнешь. Это необычно, но при этом это ты. Это круто. Это благовоние, это можжевельник, это ваниль. Я только в недавнем видео про него рассказывала, в моем парфюмерном гардеробе на осень, но я должна была это показать, потому что как я угадала и как я выбрала именно этот аромат там из десятков других портретов. Пишите, какие ароматы вы себе брали вслепую, и мне будет очень интересно почитать, как вы все-таки критикуете своих близких, коллег, а может быть просто людей на улице останавливаете, говорите, вот тебя воняет, или все-таки для вас это кажется таким переборчиком. Все, люблю, целую, всем пока.